Игнатий Тихонович, приветствую вас. Добрый день. Меня зовут Дмитрий, я из Москвы, вот с вами связался. У меня вот будет вопрос один, связанный с крещением. Можно? Можно. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет, конечно. Такой вопрос. Меня крестили, когда я еще был очень маленький. Вы слышите меня? Хорошо слышу. А, все отлично. Меня крестили, когда я еще был очень маленький. Ну, вообще не помню, в годовалом, может быть, либо в двухгодовалом возрасте. Разумеется, в православной церкви крестили, не у сектантов. Вот. И с недавнего времени у меня стал такой вопрос в голове возникать. А правильно ли меня крестили? То есть, было ли полное погружение? Может быть, этого не было. А тех свидетелей не осталось сейчас. То есть, все вот крестные, которые были, вот, они уже умерли. Вот. И родители не помнят толком, что там, как и было. У меня вот такой вопрос. Вот. Можно ли сейчас вот креститься? Или все же нельзя? Да. Не можно, а нужно. Шестой Вселенский собор, 84-й правил. 84-й правил, скорее всего, да? Все, больше идти некуда. Все, я понял. Там говорят, если ты не знаешь, как, а если второе, это никакого значения уже не имеет. А если не крещен, тут имеет значение. Ты перекрыл доступ к благодати, и окажется, и причащаться нельзя было. Так что церковь тут обдумала этот вопрос очень подробно. Я у батюшек спрашивал вот здесь вот в Москве, в церкви, вот, храм преображенский, преображение Господня. Вот, и он мне сказал то, что лучше обратиться, говорит, обратитесь на сайт Патриархии, напишите, там есть новых епископов. Вот, но я первым делом решил вас спросить, потому что... Ну, а еще спрашивать, зачем спрашивать, когда каноны говорят? Да, в принципе, я вот то же самое, я вот как бы на это вот... А еще спрашивать, когда он сам некрещеный. Они, епископы-то, моченые почти все. И поэтому ответ на этот вопрос у него будет один, только ничего не надо. Доверься благодати. Это не имеет значения, это внешняя форма, то есть они накручивают, ой-ой-ой. А крещение наш материал читали? Конечно, конечно. Ну, а вот все там, там я привел где-то 113 свидетельств. Так что тут... А у них ни одного нету. Вы для меня, то есть, самый первый авторитет здесь не представленный. У нас архимандриты приезжали, крестились, и священники, и опять возвращались, и патриархийно, и дальше служат. А я причащался, как теперь быть? Ну, никак не быть причащался, это вчерашний день. Ну да. А вот как-то подготовиться вот особо нужно вот теперь вот? Что вот? Ну, у нас есть приблизительные вопросы в книге «К истинному православию». Я могу вам в конце тут же в скайпе скинуть после беседы. Давайте, давайте. У нас так принято. Главное, чтобы человек исповедовал, знал, ревность свою показал. Вот так. Ну, я понял. А еще вот так вопрос. У нас каждый год это совершается 7 июля или после него в первое воскресенье. Понятно. Крещение в озере. И у меня вот еще такой один вопрос. Вот, например, многие ходят на исповедь, да? Православные, православные, православные храмы. Вот. И, разумеется, батюшки сейчас не накладывают такие эпидемии, ну, как вот положено по правилам Василия Великого. Тот же самый блуд, да? То есть там буквально два месяца, например. Вот. Вот здесь вот, если ты вот являешься таким вот ревностным, ну, то есть истинным православным, ты сам на себя должен 5-7 летний наложить? Или батюшка говорит, нет, что-то, вот давай там, условно говоря, год и причащайся? Вот здесь вот как вот поступать? Ну, вот он, батюшка, говорит. Убери от него слово «батюшка». Это первое. Слово Божие называют их разбойники, волки лютые. Другого названия не дается. Ян Затаус говорит, если вы не накладываете эпидемию, церковное наказание, гибнет сам и того, кого допускает до причастия. Все. А у нас вообще не накладывается. Накладывается, согласно, пост нарушают на два года отлученный. На два года уже. Он просто ходит, а с соглашенными выходит. А если человек больше грех сделает, канонно это. У священника права нету превращать их меньше или больше. Это самодурство. То есть он не знает Бога. Он это обвешался тряпками, а там ничего нету. Чучело, говорит, тоской набитое. По-другому никак. Слово Божие их называет своими именами. Если он не делает то, что положено. Что положено? Считай шесть слов Иоанна Златоуста о священстве. Считай каноны правила. Считай шестой вселенский собор. На четвертом вселенском соборе на одном так и 600 епископов. И вдруг какой-то здесь вякает советский. Да зачем он нужен-то? Не надо никого спрашивать. Есть каноны, руководи сам собой теперь. Ты найди, говорит, такого наставника, строже которого нет во всей вселенной. Вот как надо рассуждать. А мы как раз об Иппетимии сегодня на занятиях обсуждали. Я не знаю, еще вопрос даже ставить не надо. Сказали святые отцы. Вот второе правило шестого вселенского собора. Говорит, и сие правило изрекли трубы Духа Святого. Тогда это не надо. Апостольское правило 50-е. Если не три погружения, священник извержен. Он не священник. Да, это я знаю, конечно. А вот это вот потому-то, то-то. Я говорю, вы семинарию, наверное, окончали? Ну да. А семинария нужна, чтобы оправдать любое безумие, любое беззаконие. У вас больше нет еще, я говорю, семинария-то не нужна. Какое место ни возьми, они противоречат. А это ничего не значит. Без сплотка женщина стоит, ничего не значит. Мужчина без бороды. Это главное сердце. Да как это от сердца-то исходит? Ты скопец, скоблес, скоблесся стоишь каждое утро. Христос брился, ной брился. Ну по порядку давай. Апостолы брились, пророки. А ты-то кто такой? Нет, это даже рассуждать не надо. Что здесь? А продобрить, если не материал считали, а то я могу вам скинуть тоже. Нет, это я читал, я сам уже перестал скоблиться. И что тут толковать-то? Об этом очень хорошо сказано в Библии. Давыд не запустил их даже в город. Полбороды. Да, это вторая книга царств, 10 глава, я помню вообще. Один раз услышал, уже не спрашивай, не надо, нет. Здесь уже, нет, для меня здесь вопросов нет. Да, сто главы собор. Да, а сто главы вообще их назвал, говорит, прелюбодеянная ересь. И главное, собор целый, отвергли и все. Вот мне сейчас перед крещением нужно какую-то паузу взять, чтобы там в пост, например, вступить, чтобы вот перед крещением, то есть вот, ну, или вот прям все, все, сиюминутно, вот прям вот на следующий день вот идти в церковь и говорить, чтобы меня крестили в полное погружение, вот прям вот давайте быстрее и так далее. Либо наоборот нужно взять паузу. Но надо это услышать где. Если вы в Москве живете, вы знаете, где крестят полное погружение? Слушайте, если я приду туда, я скажу, что будет полное, трекратное погружение. Если нет, то я не знаю. Я вам назову где. Храм Христа Спасителя знаете? Конечно. А на этой стороне метров 200 видны купола. Это храм Никола на Берсеневке. И там отец Кирилл Сахаров, игумен. Московская патриархия. У него все по-старобрядчески там. По-старобрядчески там и Иларион Алфеев там служил, митрополит. У него полное погружение. Вы просто скажите, что со мной разговаривали. Да, все хорошо. Материалы знаете? Я у него когда бываю, всегда в храме проповедую. Я вот, знаете, я вот в целом где-то вот на ваш сайт, на ютубе вышел, наверное, где-то полтора года назад. О-о-о. Вот периодически я вот очень много смотрел вот ваших проповедей. Конечно, очень сильные они. Ну, очень сильные. Они до мозга буквально цепляют. Вот особенно ваш бесседр мне нравится, когда вот вы рассказываете, в частности, о Бродобритии. Там вот всякие вот про Невского, про иконы, про Невзорова, Александра там. Вот эта вот серия, она очень потрясающая, конечно. Я даже иногда вот пересматриваю, потому что, ну, все прям идет, идет. Я вам скину данные на наш сайт. У нас большой сайт. Да, да, сайт, конечно, не-не, я его, разумеется, тоже. Там много разделов, вопросов. Да, у нас много плейлистов. Всего у нас роликов 8450. Представь сколько, слушайте. Там даже вот если на сайте, я отвечаю на 4124 вопросов. Да, да, да. Все, вот я вот... По университетам, по радио там где. Вы там 55 папок. Вы сами посмотрите. О, хрещение. Папка. Еще раз просмотрите. Хорошо, хорошо. Сейчас скину вам несколько материалов сразу здесь внизу под скайпом. Вот. Нравится, когда вот вы дискуссируете с сектантами. Прямо... Да, они вообще скуда умные. Потому что благодати, разумение Писания Бог им не дает. Они еретики. Конфессия, динаминация. Никогда не называйте эти имена. Никогда не называют. Есть церковь, есть ересь. Это сатана прикрыл ересь. Они еретики. А с еретиком... Какой разговор-то? Только в разумлении, как Антоний Великий говорит. Я никогда в жизни с еретиками мирно не беседовал. То есть надо доказывать. Вот у нас они приехали, баптисты. А я тут по деревне-то обошел. Ну, говорю, для чего они приезжают четвертый раз? Пели хорошо. Они сейчас на меня напали. Ужас как. Поносят, ругаются. Я сказал, мы ничего не добавляем к этому ролику, что я записываю. А это другие. Я прошел, людей спрашивал. Я не знаю, что так будет еще. Так они и на это нападают. А сами ничего не знают. Ни одного местописания не могут истолковать. Вообще. Я с ними 55 лет знаком. Мне просто иногда удивительно. Они сами к вам звонят и говорят, помогите нам вот здесь вот разобраться. Но вы начинаете как бы говорить им. Причем для них авторитет Библия. Да, то есть даже они вот там 11 неканонических книг отвергли. Вы им говорите, вот я вот буду говорить о те вот книг, которые они признают. 66 канонических книг. Они вроде бы сами говорят, помогите. Вы им все начинаете разжевывать. То есть, ну, все и глотать. Они опять нет. А вот здесь вот как бы. Вот тут вот мне тоже непонятно. Сами просятся, сами говорят, помогите вот разобраться. Это благодати нет. Нет, благодати. Благодати нет. Если благодать Духа Святого, она сердце разглаживает. А это нет. Они на исповедь не ходят. Главная причина, они на исповедь и не ходят. И каждый варится в своем соке. А если бы ходили на исповедь, они бы знали. Начнешь говорить, а вы нас судите. Ну, да кто вы такие, чтобы вас не судить-то? Вы еретики, я и говорю. А вы осудили 1600 лет, все соборы, все каноны, всех святых отбросили. Вы судите-то? Ну, да. Все, главное, отбросили. Ни литургии, ни таинства нету. Ничего нету. А то такое, бритые, ни поста, ни креста. Ну, какая вера-то? Как один миссионер говорит, как оглобли говорит. Ни одной веточки нету. Я вот последние ролики ваши смотрел. Мне кажется, у вас вот горло было больное. Вы прям хрипло так говорили. Я простыл. Сейчас нормально? Вернулся из бани, да маленько получше стало. И холодный был березовый сок. И я вышел еще там, раз сам в бане постирал. И вышел, и так сильно ветер дул холодно. А я до пояса там в одних трусах был, думаю, быстрее. А утром встал, голоса нету. Ну, виноват. Говорю, господи, прости. Мой голос послужил. 50 книг. Это Библия. 12 томов Златоуса. Они в аудио у меня. Их больше нигде нету. Жития 12 томов. Доботолюбие 5. Архипелаг Гулах там. Ну, огромный-огромный сайт наш. Поним, понял. Это я виноват. Просто распарился в бане-то, попарился когда. А тут пришел и глупо поступил. Что говорить? Я говорю, господи, прости меня. Я не оценил этот дар. Да я не думал об этом. Думал, ну, еще не будет. Я все еще категориями молодого человека мыслись. Молодежь же все время. А надо смирять себя. Я вот сейчас носил там сваи, пруды мы делали. Видели, наверное, там? Да, да, конечно. И у меня там, у меня операции сколько было. И надорвало еще. А то у меня кровь шла недели две. Внутри. Сегодня звонит одна. Я знаю, что когда почки. У меня почки целые. Это от надсады. От надсады. И все. Сейчас вот приехали в Барнаул. И у меня уже дня четыре. Все прекратилось. Ничего нет. Ну, вошел в ритм. А я никак. Я с молодыми. Они говорят, вы нас даже в другой раз упарите, говорит. По работе. Они работают, что там. Копать надо, носить. Кувалду я поколотил там один раз. А руки-то утром встал, не могу рожать. У меня руки-то выверщены все там на допросах. И поэтому надо как-то учитывать. А я все еще, как будто бы мне 25 лет. А мне тоже 78. Ну, дай бог. Дай бог. Что так все и было. Вот так. Ребята-то молодые. Но все время с ними. То пилить надо, то возить. Носить, копать. И я все время с ними вместе. Я не знаю, где меня смерть достанет. Смерть меня достанет с лопатой в руке или с топором. Я вот почему-то, когда вот увижу вот эти ваши ролики. И не знаю, почему. И вот когда вот читал вот Евангелие. Вот особенно послание апостола Павла. Вот я почему-то представляю Павла вот вами. Вот такого жесткого. А мне пишет со всех сторон Павел. Впрочем, я потрудился более всех. В вузах там было. Ну все, ну у меня позади там шесть тюрьмы. За Слово Божие. Ни за что-то. И как там пришлось проповедовать. Как люди обращались. И у Павла в тюрьме землетрясения обратился стражник. И мне пишут про теереи такие маститы. Вот я считаю, говорю, ты не могу выйти. Я сразу думаю о вас. А я говорю, а я не думаю. Я просто люблю Слово Божие и Христа. Вот мне вот, ты говоришь, у меня прям Павел. Тут у меня вот рядом иконка есть. Как даже внешне чуть-чуть. Борода такая длинная. Залычина у вас здесь. Павел прямо говорит, подражайте мне, как я Христову. Как я Христову, да. Ну вот как уж удастся. Мы сегодня, только сейчас у нас занятия идут. По Слову Божию. Вы знаете, нет? Да, я знаю то, что занятия у вас идут. Но никогда не было у вас на занятиях. Ну нет, летом не было, сегодня я уже на занятиях. Сейчас идут занятия, а полчаса я отвечаю на вопросы. Три раза в неделю у нас идут занятия. Три раза. Я вам скину, вы можете записать. Хорошо. Вы скинуть в любом случае вот тот материал, который вы мне сказали про крещение. Я еще раз перечитаю. Я сейчас все равно сам, я в воскресенье на вечернюю хожу, вот в литургию, вот в шесть часов, которая у нас вот здесь рядом начинается. Я вот сегодня тоже пройду. Вот. Но я на этой неделе схожу вот в этот храм на Берсеневской, да, вот вы сказали? Берсеневка. Берсеневка. Он был здесь с группой детей у нас. Я у него многократно был. Мы знакомы с ним уже около 30 лет, наверное. Я только приезжаю, он у меня сразу стихарь, в алтарь обвлекаюсь и проповедь говорить. Правильно делают. Он оповещает сразу везде в интернете, люди приезжают в других городов. А мы же ездили. Благовестье-то было из Барнаула мы прошли до Ладивостока, все города. Да, смотрел ролики. До Лиссабона дошли, Португалию. Прошли Турцию, Прибалтику, Скандинавию. Нас Господь обильно благословил. И везде я дарил, в каждой библиотеке, свои 38 томов у меня книг вышло. Это меня. Знаете, да. И это благодать Божия. Самому никогда ничего подобного не сделать. Вот у меня стихотворения, я их сейчас рассылаю иногда раз, и стихотворения, каждый день события дня. Считаю, как будто первый раз вижу. Я бы никогда сейчас так не написал. А там у меня 3467 стихотворений, по 9 куплетов каждый. Я читал тоже на сайте стихи, которые есть. Ну, их там можно одним сайтом просто переслать. Я могу даже вам дать их все. Давайте в любом случае. Они очень необычные, и настолько они выше моего таланта. Хотя я в литературном институте в Москве там зачитывал, они там вместо одного там стихотворения 3 или 4 просили засчитать. Они никому не подражают. Я просто на все темы вот вижу. Света, свет. Он записывает у меня об этом стихотворении. Я с вами поговорил, я не пишу сейчас. Я в раз отрезал, уже лет на раз 7, и ни одного стихотворения. А еще рука дергается, охота написать. Люди-то не понимают. Думаю, тот сидит, он там что-то даже у Пушкина переправляет 10 раз. У меня вот это 4 тома по 800 страниц полностью записано. У каждого эпиграфа из Библии. И ни одной помарки нет. Все нашество записано. Так не бывает. Любой скажет. И черновики-то остались. И я просто пишу, как будто со стены списываю. А как узнаете? На молитве одна строчка мелькнула в мыслях. Я ее прямо на молитве записал. Все дальше. Кончил молиться, сел и сразу в стихотворение 9 купли. Это 36 строчек. 36 мест Библии указано, откуда взята мысль. 36 раз надо открыть Библию, чтобы понять, о чем там написано. Таких сихов вообще никогда не было. Никогда, нигде. А как додумались? А я не думал. Сама рука написала. И когда говоришь, ой, вы на себя берете. А мне некогда брать. Я уже в другом месте. Надо работать. Сегодня такой прекрасный день. Занятия, собрания. Пришлось выступить. Сейчас занятия прошли вторые по скайпу. И вот вы вышли. Вот считай, сколько. Ну, у нас тоже, кстати, сегодня в Москве хорошая погода. Ясно такое. Морозится где-то плюс 2 градуса. Я вот тоже сейчас... А у нас дождик был. Сибирь. Вчера зато был мокрый снег. А у нас дождик. Вчера и сегодня. Хорошо. Ну, я на этой неделе, в общем-то, приду. Вот. В этот храм. Поговорю. Вот. Хорошо, что с вами общался. Вот. И я думаю, что вот если все будет нормально. Вот суббота, воскресенье тоже с вами свяжусь. Расскажу, что как прошло. А вот я вам сразу скажу. Вот у меня на неделе были... Тоже пришли с разных городов поговорить. Доверия нет никому. Я вообще внимательно смотрю. А вам я доверился сразу. Мне приятно. Мне приятно. К вам у меня подозрения нет. Вы скажете, а вы можете что-то там не договаривать. Для меня это не важно. Главное, я внутренним чувством почувствовал срадство душ. Первый раз вас вижу. Ну, мне очень приятно. Это Господь так делает. А нынче, которые были, я вам сказал, через месяц. Или, может, больше разговора не будет где-то. И вижу, сколько неискренностей. Нам это не надо. Время коротко. Надо иметь страх Божий. Помни, что сегодня день последний. И, говорит, помни последний, и вовек не согрешишь. Надо помнить об этом. Златоуст говорит, о смерти рассуждайте почаще. И тогда маленько потише будешь. Вы все время помните, я разговору нашему, как бы эпиграф дам. Евангелие от Яна 12.48. Для меня это послужило переломным моментом. Я не сужу слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Оно. А раз оно будет судить, мне тогда надо главные силы-то и направить, чтобы жить по слову. Вот так. Ну да. Ну и так же, как помните, тоже постоянно приводите, например, когда она не Савва была. А, вот, передо мной лежат книги. Вот, смотрите, я вам покажу. Это вон, отец Кирилл. Да, вижу, вижу. Видно, нет? Да, видно, видно, конечно. Вот, я сейчас открою. Смотрите. Да, видно, воспоминания. Вот так. Это у него книга. Эта книжка немаленькая. И вот. Ну, где-то вот последняя страница, наверное, вот тут. Ну, наверное, не видно страницы-то. Да, страницы уже здесь не видно. Не видно? Ну, и 400 с чем-то. Да, то есть, вот вторая его книга. Это тоже отца Кирилла. Вот он подписывает. Да, вижу, вижу. Кстати, вот, к слову сказать, нигде не нашел, вот я в Москве, особенно с этим летом, искал каноны, церковные правила, книжку. Вот, чтобы в книге было. Нигде не нашел. Книги правил нету. Вот церковные лавки, которые есть, нигде нет. Чтобы вот были апостольские правила, вселенские соборы, нигде нет. Я даже был в Свят Данилове в монастыре ездил. Там нашлась такая книга, то есть, как-то там ее разыскали, но она была на церковном славянском языке. Нет, на русском. А вот на русском нет нигде. Вот я вот вам. Я в итоге... Поля, поля, поля. Поля, нашел поля. Как бы не упал, вы помогите, пожалуйста, то... Да-да-да, вот эту вот черную книжку... А, нет, это... Принтное издание 1893 года. Титул. По благословению Весокопревосвящего Митрополита Виталия. Первая иерарха. Российской Православной Церкви. Да, вижу. Винно? А вы еще показывали другую книжку, вот книгу церковных правил, такая вот черная... А это то же самое, это другое издание. Да, другое издание, да. Сейчас посмотрю там. Ну да. Там у меня переведено, подося, даже не знаю где. А она продавалась в Свободной Церкви. Я вот говорю, то что нигде нет... И я начинаю когда рассказывать, вот то, что которая там вот продавщица, объяснять, что это такое. А зачем это вам, то есть, а зачем это вам, то есть, а зачем это вам, то есть, ну, понятия даже не имею, то есть, люди, что это такое есть. То есть, там самое основное, то есть, почем живет церковь, как бы они, нет этого, у нас этого нет. А на нашем сайте, там аудио, я насчитывал ее всю. А я зато нашел вот очень хороший сайт, где вот они очень так компактно, вот прям приведены. Все есть, там начинает апостольских правил, то есть, вселенский собор, поместный собор. Я вам тоже могу ссылку вкинуть, но на сайте там очень хорошо просто так приведено. Я, соответственно, вот по сайту ее всю и читал. А у вас библейский поисковик-то есть? Нет, не библейского, поисковика нет. У меня вот, вот, библия моя. Нет, поисковик в интернете. О, нет, поисковика нет, поисковика нет. Я только по книге, вот, библия читаю, которую вот, книжный только. В Москве учился студент из Вьетнама Тимофей Ха. И он составил, составил на всю библию, на них анонические книги, на все правила вселенских поместных соборов. Вы можете, я не знаю, как это... Она называется, введите в интернет, библия 6. Примерно, библия с цифрой 6. И там должно выскочить. Как установить? Это программа целая устанавливается на рабочий стол. Понял, понял. Это очень-очень сильно. Одно слово только завел где-то, и она все выстоит из библии. Одно слово, листать не надо, мгновенно. Так, ну я вот сейчас вот ввел библия 6. Мне почему-то вот первый вот на бытие, глава 6, то есть ссылка выскакивает. Ну это английскими буквами написано было. На ней написано английскими буквами. Не русскими. Ну ладно, потом. Так, еще... Да, я понял еще, что вы... Вопросов больше нету? Нет, у меня больше нет вопросов. Все, сейчас я вам начну скидывать материалы. Всего хорошего. Если еще нет, я сейчас материалы скидывать буду. Спасибо вам, Батюш. Все, отключайтесь. Да, да. Во славу Божию. Так, так, все, отрываться можно. Не дернуй.